Заседания штаба по комплексному развитию региона начали с вопросов межрегионального и международного сотрудничества. Ульяновская область налаживает контакты с Беларусью в рамках договоренностей с президентом республики. За два года мы расширили кооперацию с белорусскими промышленными предприятиями, например, с МАЗом, с Минским тактовым заводом, Минским заводом гражданской авиации номер 407, КПСР ГРУ, Интегал, Горизонт. Есть новые перспективы по сотрудничеству. Среди других вопросов реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 51 предприятие Ульяновской области уже принимает участие в этой работе. 24 из них реализуют элементы нацпроекта через экспертов регионального центра компетенций. 19 с помощью экспертов федерального центра. 8 предприятий участвуют в национальном проекте самостоятельно. Всего на 2024 год поставлена задача, как ключевой показатель эффективности, привлечь не менее 12 новых предприятий. Данный ключевой показатель к настоящему моменту полностью выполнен. Не менее важен для Ульяновской области еще один федеральный проект – профессионалитет. В регионе создаются образовательно-производственные центры. С 2022 года проект реализуется по направлению авиастроения. С 2023 года по направлению сельское хозяйство. Участие региона в профессионалитете ежегодно расширяется. И мы, Ульяновская область, стартовали вместе с этим проектом. Всего было отобрано 30 регионов в 2022 году. Мы одни из них. Подготовлена была заявка. Заявка совместно с ПАО «Ил Авиастар». И это позволило стать победителями в отборе. И с сентября 2022 года в структуре Ульяновского авиационного колледжа создан образовательно-производственный кластер отрасли машиностроения. Кластер, кроме того, объединил усилия еще трех образовательных организаций. В 2024 году в Ульяновской области также реализуется региональная программа «Мой двор». Финансирование программы в этом году более 750 миллионов рублей. Для определения необходимого объема и перечня ремонта асфальтобетонных покрытиев были направлены запросы о необходимой предоставлении объектов, подлежащих ремонту в текущем году. На основании полученной информации от муниципальных образований принято решение о направлении на ремонт автомобильных дорог дворовых территорий, денежных средств в размере 565 миллионов рублей. Кроме того, на совещании обсудили вопросы прямого авиасообщения с Белоруссией. С 1 июня из Ульяновской области стали летать самолеты в Минск. К 17 июня уже вылетело несколько рейсов из аэропорта Паратаевка. Среди других вопросов городское благоустройство. После прогулки по городу Алексей Русских убедился, что Ульяновск срочно нуждается в качественном озеленении. Губернатор поручил главе города максимально качественно и оперативно озеленить город.